Два крюка окошки. Ну, конечно, самое банальное их использование мы видели и в фильмах, на самом деле везде. Закинули там на ветку, подтянулись, полезли на окно. Всё это можно. Но, например, есть и другие стороны использования крюка. Например, этим крюком можно сорвать растяжку. Самая банальная растяжка. Есть граната, отогнуты усики, натянута нитка. Я иду, цепляю ногой, ЧК вылетает, граната через 4 секунды взорвается. Если, например, подпилен фитиль, она может взорваться через 2 секунды. А может даже и раньше. Да, такую гранату легко разминировать. Я увидел растяжку, я аккуратненько срезал леску. Всё, граната теперь, можно сказать, моя. Но, на самом деле, растяжки сейчас делают намного-намного хитрее. Самый банальный её вариант гранаты. Здесь вешается леска, и вешается она практически на виду. Типа, нифига себе, нашёл растяжку, можно обезвредить. А здесь крепится к чеке резинка. Я обрезаю видную леску, резинка выдёргивает чеку. Всё, граната также взрывается. На самом деле, таких вариантов море. Именно поэтому растяжки обезвреживают лучше взрывом заряда. Потому что, например, под этим зарядом может лежать ещё один. Я обезвредил растяжку, я гранату поднимаю, а под ней ещё одна лежит уже без чеки. Скаба отлетает, происходит взрыв. Именно поэтому лучше обезвредить издалека. Используется крюк-кошка. Верёвка. Я с безопасного расстояния с окопа, из-за угла, закидываю на леску, цепляю, подтягиваю к себе. Детанирует заряд, растяжка срабатывает, взрыв, путь свободен. Да, действительно, кошки разбираются, и очень-очень просто. Одно движение, и у нас оно разобрано на три детали. Вторая абсолютно так же. Всё. А это типа ключи, да? Их можно использовать как гаечные ключи, наверное? Никогда не пробовал, но используется это всё очень просто. Я собираю обратно крюк-кошку, и чтобы он не разбирался во время использования, я провязываю верёвкой. Здесь вяжется узел, и дальше уже идёт сама верёвка, которой я, собственно говоря, и пользуюсь. Субтитры создавал DimaTorzok